Как набрать мышечную массу? Как я набрал свою мышечную массу, это видео как раз таки больше не про то, как набрать мышечную массу. Вы поймете это в конце видео, да, мой посыл, как это сделать. Но это больше видео история, где я расскажу, как именно я набирал мышечную массу, какие трудности у меня были на пути, какие взлеты, что я делал для этого и как я, в общем-то, к этому пришел. Если вы думаете, что перед вами сидит дрыщ, то это не так. Вот мои крутые нюцы. И сейчас должна быть вот такая, сейчас типа музыка... ПАМ! Ладно, блядь. Вот, вот, такие, такая у меня сейчас форма. А, блядь, я забыл вам показать, с чего я начинал. А такая форма у меня была. То есть, разница примерно в... Бля, я не знаю, какие фотографии в кину, но, наверное, примерно полгода разница. Или максимум там месяцев 8-9. Ну, то есть, вы понимаете, что действительно из дрыща лоха, немножечко, как и вы, занимающийся спортом. Я на тот момент, когда я начинал с бурмасса, я занимался спортом и именно ходил в зал. Под спортом я подразумеваю именно тренажерный зал. Я именно этим занимался. Я ходил, пожалуй, полгода или чуть больше 6 месяцев. Вот. Сразу интеграция. Если вы хотите узнать мой спортивный путь и как я трансформировал свое тело прямо с полного нуля до того состояния, которое у меня сейчас, то в одном из углов есть это видео. Набор массы я решил подойти серьезно. Я решил, что все, как бы я полгода отбомбил. У меня неплохая форма. Да, я скинул лишний жир. Но сейчас я хочу набирать мышцы, потому что мне не хватает. Я хочу быть большим, блядь, большим нужно. Это же тестостерон, это же, блядь, мускулы. И тогда я решил набирать массу. Логично, да? С чего я начал? С чего я начал? Ну, конечно же, я изучил дохерища роликов на Ютубе, как это правильно делать. И сделал все точно, как не нужно делать. В первых, первым делом я зафакапил свой первый курс креатина. И первая попытка набора массы была полная дерьмо. Я купил креатина, пропил полкурса, потом я про него забыл. И, в принципе, с едой у меня тоже были проблемы с тренировками. Я не так много тренировался. И поэтому я чуть-чуть раздулся, но потом через два месяца я обратно сдулся. Окей. Того я потерял два месяца, как бы, которые могли пойти на набор массы, но в итоге я их просто проебал в никуда. И опять через два месяца я все-таки решил, что, ну, стоп, 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 хватит быть ебаным чубиком. Поэтому нужно набирать массу. Но здесь я уже решил подойти рационально. Я не составил список, конечно же, ну, вы знаете меня, я не буду этим заниматься. Но я уже поехал, купил хороший креатин, и не говно у бабушки под забором. Купил хороший креатин, название не помню, без разницы, это не важно. С другом мы... Он поехал, я ничего не занимался. Друг поехал, купил 7 килограмм гейнера, блять, на двоих. Я не знаю, у меня до сих пор лежит половина, я ее не выпил, блять. Вот. И все, и начался жесткий массонабор. Как я пил креатин? Сначала я пил с загрузкой, да, по 20 миллиграмм, кажется, в день. Потом я перешел на 6 миллиграмм. Миллиграмм уже мерят, вроде да. И что касается гейнера, в принципе, я до этого пил протеин, а тут решил на гейнер перейти, просто потому, что у меня протеин закончился. Вот. Но, в принципе, разницы, по сути-то, и нет. Это будешь пить гейнер или протеин. Просто гейнер более мерзкая хуйня, чем протеин. Вот и все. Гейнер я всегда пил после тренировки. И желательно, если, допустим, мне не хватало еды, я еще вечером его пил. Но вот после тренировки буквально сколько? 4, 3-4 кружки такого плотного гейнера с бананом. Я и башил, конечно же. Мне хватало. Как проходило мое питание? Что касаемо питания, это не было то, что вы сейчас подумали, что вот, я подсчитывал калории, подсчитывал белки и углеводы, и считал, сколько же мне нужно кушать, чтобы набрать нужное количество веса в соотношении с моей массой. Это хуйня все. Нет. Я действовал по другой тактике. Я просто ебашил еду до отказа. Вы можете мне сейчас сказать, многие тренера в экспертах, что это неправильно, это нехорошо для твоего организма, Ник, это же, блядь, может испортить тебе весь желудок. Да мне похер было. Я просто херачил всю еду. Я херачил котлеты дома, а вообще я херачил курицу. На работе я херачил рыбу. И получается, я получал все... Получается, я получал... Короче, я получал все полезные микроэлементы. Я херачил дохуя. Картошки, риса. Короче, я ел все. Все, что я видел, я хавал. И сладкое, и бургеры. Картошка фри, колой запивал. Без разницы. У меня было вообще... Это был очень грязный массонабор. Но это был массонабор на раше таком. Чтобы вы понимали, я за вот этот массонабор, получается, который длился в целом, то есть, именно жесткий массонабор длился два месяца, я набрал примерно килограмм, ну, 10, наверное. В семь, в десять, и это... В большинстве это мышечная масса, как раз таки. Это что касаемо питания. То есть, вы поняли, что я жрал абсолютно все, не щадя свой организм, просто потому, что мне нужна была энергия. По таким тренировкам, которым я тренировался, мне нужно было столько энергии, что если бы я еще подсчитывал калории, мне кажется, я бы с ума сошел. Поэтому у меня не было на это времени. Да и просто я не люблю заниматься, честно говоря, вот этой вот, блядь, мастурбацией по типу нужно считать калории, там... Мне это не нравится просто. Я просто хавал все, я считал... Так, если я наелся, значит, еще чуть-чуть, и все, и хорошо. Если я не наелся, значит, нужно добиться гейнером. Нужно же наедаться, чтобы у тебя были... энергии на тренировке. Окей, мы закончили часть с едой. Переходим к части с тренировками. Как же я тренировался? Потому что, в принципе, при наборе массы, я думаю, вы знаете, что самое важное. Еда, тренировки и сон. Вот, как раз таки сон, это было то, что я пропускал. Вот, что касаемо тренировок. Тренироваться нужно в отказ. Тренироваться нужно прямо конкретно. И во время того, как вы набираете массу, не нужно заниматься вот этим, типа, вот две тренировки я сделаю обычные, а одну в отказ. Не-не-не, вы все тренировки и башите в отказ. Потому что пока креатин наполняет ваши мышцы водой, пока гейнер дает вам энергию, вы должны повышать, 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 повышать веса. Максимальное повышение весов. Насколько вы только можете. Вот прям, вот до отказа. Прям каждый раз накидываете по 2,5 килограмма на жим. Каждый раз накидываете по килограмму на бицепс. Я не знаю. Но докидывайте, короче, максимум, сколько вы хотите. Сейчас я вам приведу пример. Когда я начинал массонабор, я жал, ну, там, типа, 75 килограмм жим лежа на раз. Под конец массонабора я пожал сотку. Я пожал сотку, ребята, я стал мужчиной. Вот. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что нужно повышать вес. Чтобы ваши мышцы вгоняли стресс, чтобы давать им максимальный памп, давать им максимальное количество энергии. И только тогда они растут. Тогда они получают нужное количество нагрузки, еды, энергии и отдыха. То есть восстановление сон. Ну, как бы сон. Я скажу вам часть про сон. То есть нужно спать, там, 8 часов минимум, чтобы ваши мышцы восстанавливались. Я этим не следил, как бы и так накачался. Но, в идеале, конечно, если бы я еще и спал, я гораздо более чисто бы набрал, гораздо более качественные мышцы я бы набрал. И, пожалуй, в более быстрый строк. Да? И веса я потом смог лучше сохранить, а не скатился бы наполовину, условно. Так что лучше спите, но я не спал. Если не хотите спать, в принципе, можно тоже не спать. И очень важно, что вам нужно делать во время набора массы, это бег. Вы сейчас скажете, Ник, ты что, идиот, блядь? Какой бег? Если я хочу набирать массу, у меня, наоборот, не нужно бегать, потому что бег, я буду сжигать жир, и у меня не будет энергии. Что за бред? Ты будешь потеть. Зачем? Тебе не нужно это делать. Это самое важное во время набора массы. Почему? Сейчас объясню. Когда вы набираете массу, что происходит с вашим телом? Оно увеличивается, верно? У вас появляется жир, у вас появляются мышцы, конечно же, для чего мы это все делаем. И, в принципе, ну, вы в пропорциях становитесь больше, там, прибавляете 5-10 килограмм. А скажите мне, а что вашему сердцу вы прикажете делать? Оно жило с нормальной тушкой 70 килограмм. Ну, оно прокачивало, кровь, все было в порядке. А тут ему дают объем не 70 килограмм, ну, не 70, условно, там, литров, но там меньше немного, а 80. А сердечко-то оно, блядь, привыкло 70 херачить, и оно уже не может обслужить 80. А потом случаются проблемы с сердцем, проблемы с кровоснабжением, и, в общем-то, много остальных проблем. Поэтому нужно тренировать сердечко, нужно бегать. Именно бегая вы тренируете сердце, гонять больше крови, оно становится более сильным, и тогда, когда вы наберете массу, оно сможет прокачивать этот объем крови. Это вот такой вам совет. Бегайте много, бегайте чаще, лучше каждый день, если вы можете это, конечно, позволить. Даже важнее бегать, чем херачить жесткие тренировки. Потому что, ну, если не будете бегать, у вас реально могут быть проблемы со здоровьем, так что бегайте, бегайте, еще раз бегайте. На этом все, гайс, с вами был... Сейчас, сейчас. Так вот. Сейчас немножечко. Подождите. На этом все, гайс, с вами был... Скаморник. Всем спасибо за это просмотр, спасибо за то, что были со мной. Если вам еще какие-то ролики на тему спорта интересны, пишите обязательно в комментариях, я как профессор спорта смогу вам подсказать и что-то рассказать из личного опыта. Всем спорта. Субтитры сделал DimaTorzok